Маленький сеанс рисования в прямом эфире. Конечно, мне было бы лучше это записать и потом было жить. Но мне хочется, чтобы был полный эффект присутствия. Правда, извините, что камера будет, видимо, сверх ногами. А рисовать буду сначала и до конца. Постараюсь сделать это очень-очень быстро. Посмотрим. Сегодня у нас день пасмурный. Вот для этого зеленого фона вполне подойдет вот так, да? Это мой набор инструментов. Трисовать будем ручкой и белым карандашом. Главное, чтобы все было видно, да? Самое главное в этом рисунке, это вот эта ограда, которая на меня обращает внимание, горизонтально проходящая вдоль. Потом там идет дорога, да? Это во все окно. Здесь ограда такая интересная. А вот здесь еще такая конструкция какая-то, которую мы сейчас нарисуем. Декоративная какая-то конструкция. Я, конечно, не буду без дизайна переселивать. Но присутствие деталей и их контраст с обобщенными придают как раз главный интерес работе. Ну, жаль, конечно, что вы сразу не видите то, что я рисую. Ну, потом посмотрите. Я фотографию выложу. Там солнышко воду. И вот тут, ну, ладно, эта ограда у меня стекает. Солнышко выглянуло и появилась интересная тень. Ну, не знаю, буду я ее рисовать или нет. Не всегда удобно рисовать в прямом эфире. Потому что я стараюсь не крутить этот листочек. И что происходит с... Ну, неудобно рисовать в одном ракурсе. Я думаю, не вижу. Видно, да? Видно. 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 Здесь такая достаточно интересная решетка. Она такая сумерная. и здесь завиточков много я их не высматриваю особенно, примерно такие задача рисовать быстро, быстро, быстро в этом есть главный интерес и главное условие потому что именно быстрое рисование это же не каприз мой быстрое рисование это не каприз в том, что при быстром рисовании происходит как раз быстрое обобщение стараешься быстро обобщать а это обобщение, собственно это как раз и есть ну там, я не знаю, надо нарисовать мне сейчас вообще это интересно прорисовать перспективы вот этих вот сейчас я поверну перспективы плитки это положено здесь да, как-то так но она здесь сложная вот, вообще там сейчас появилась тень сейчас солнце выглядит надо идти как эту тень нарисовать так видно, ну так нарисуем здесь вот такая вот тень от этой решетки вот тоже плохо ее рисовать, но тем не менее что-то может получиться, да и там вот люди ходят перед этой решеткой, ну, разные люди люди людей, в общем, много и машины ездят много, да? а там у нас, собственно главный герой сегодняшнего дня ну да, тут еще такой вот столб скажу, надо подрисовать он стоит там уже на той стороне улицы вот и там у нас дом такой большой это мы уже рисуем тонкими линиями такой вот написано там что-то иркутское какое-то иркутское иркутское мне же тут вот надо монумент наш нарисовать с такой рукой главного героя сегодняшнего дня в развивающемся планетон черный такой монумент, в общем-то как все монументы а тут вот цветы не знаю, может быть даже их можно будет подцветить потом это интересный характерный такой монумент и вот тут подножье и камнем выложенный стамент вот это побольше вот там цветочки мы нарисуем ну и осенние осенние, да, там еще фонари там же у нас еще фонари такие дом Парижа, да вот так вот он нарисуем а там за этим домом другой дом, как я говорю этот тот стране восточно-сибирской железной дороги вот это сложное эх, черт побери там же еще такие сложные гашуки полукруг такой не вошел сейчас а вот здесь деревья деревья сейчас я буду рисовать а тут пояса такие белые а тут я их нарисую а эта задача была какая да, сейчас засветился на стамент но эта задача не ничем нарисовать он у нас практически черный но я его черным не буду рисовать я его сейчас буду штриховать чтобы штриховкой как-то выделить все-таки эту фигуру и расположить эти штрихи более по форме его фигуры и вот этой стриховкой выделить разные плитки и и и и и и и Продолжение следует... 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 Вот там вот антенны писали. Вот у нас знаменитый антен, про который я все время рассказываю. Прибежище Иркутского Китча. Ну, тем не менее, хорошее и интересное место. Здесь много окон. Лоджия. Вот этот дом, который я сейчас высуну, его раньше называли кривая линия партии. Он стоит достаточно криво по отношению к улице. И раньше в нем жили всякие партийные боссы. Он был самым элитным, так сказать. Самым лотным в Иркутске. Сейчас он самый рядовой. Ничего там примечательного нету. Я был, между прочим, внутри. Совершенно скромные квартиры, в общем-то, относительно. Вот. Ну, вот тут деревья у нас. Это машины наши. Сейчас людей будем рисовать. Черные люди. Ну, ведь я же их без цвета рисую. Хотя я часто подразумеваю, что я потом это буду подсвечивать акварельно. И часто я вот эти вот все контуры не дорисовываю, не закрашиваю. Я оставляю их специально контурами для того, чтобы... Что там где-то? Привет. Я... Все-таки вот здесь вот свечу. Да. Ну, сейчас я сделаю вот этот вот белый. Нет, белый не буду, потому что я достал пастель. Я тогда... Самое главное удержаться от многоцветия. У меня нету такой светлой пастели. Ладно, будем белый закрашивать. Не будем обмениваться. Не будем обмениваться. Ну, тут я потом... Ну, может, где-то даже... О, да, же, отмениваться на расчетку. За белым получится жесткий штрих. Мне это главного психуру выделить. Ну, и, в общем-то, он же стоит на... Как дровом освещении. Там окна, они блестят. Вот самое главное удержаться и не выводить сюда свет. Это для меня самый дальний вопрос. Вот здесь такой темный, темный бастернант. Мне нужно его затемнить, таким образом, темным, темным, специальным для того, чтобы выделить свет. И свет тоже появился после того, как... Сделать белые пояса. Ну, в общем, светится вот этот фронтон на фоне неба. Он характерный, потому что он светлее. Вот этот фронтон светлее неба, а вот это вот, знаете, темнее неба. Причем гораздо темнее неба. Поэтому мы сейчас будем выделять. Вот так. Кстати, я с собой ношу еще и белила. Вполне законно было бы этот голос белила. Иркутская я закрою. Но теперь по основу трубу писать. Самое плохое, то, что я сейчас делаю. Смешивать разные наперняки. Ну, тут вымешиваем. Угольный карандаш на пастели. Потому что чернели... Я начал чернели вот так вот смешивать. Это не есть хорошо. Мы никому об этом не расскажем. Практически это будет не замешивать. Хотя совесть у меня не чистая. Теперь я вижу свою ошибку. Да, надо было делать это все. Надо это все было делать и все. Дам значок. Кулок я уже напутал. Карандаш. И ручку. Это просто. Это плохо. И тут много деревьев. И тут, вернее, там. Ну, здесь вот все надо прорисовывать. Вот здесь деревьев не рисуют. не деревья, а елки в общем там есть какие-то листы листики есть не знаю, в принципе потом это можно будет подсветить цветами осени так сказать ну елки там практически черные это ветвение вот и почти черные наши милиции и вот что мне надо было сейчас его подрисую что мне надо было я сейчас его подрисую можно было у меня здесь вот вот нацветные лежат цветы они там в основном зеленые и желтые вот получилось праздничное качество получилось праздничное качество можно даже можно даже чуть-чуть ее подтонировать для этого мы возьмем порошки и он размывая это сильно нет так не надо ну кстати говоря я не боюсь всех этих вещей по такой простой причине что любое подобное проявление божественной руки короче вот перо чернила и кисть они близкие материалы и они могут сочетаться а вот перо и пастель мне не нравится мне не нравится и сейчас я наверное хотя пастель у меня же здесь вот вот что было так вот я бы намешался вот здесь ну не знаю будем считать это эксперимент всегда когда вы что-то там нарушу и в этом сомневаетесь скажите ну что это какой-то эксперимент о котором надо подумать насколько это удачно у меня получилось что я потерял в этом я потерял вот эту интересную конструкцию она достаточно характерна сейчас попробую соответственно она непонятна и она лишняя вполне возможно а вот ограда не лишняя ограду надо подчеркнуть лучше а на улице выглядело солнышко вот и я уже смотрю что ну что будем закрашивать ленин наверное не надо ну это такая вот деликатная подкрасочка чтобы она потемнее чуть-чуть но штрих остается штрих остается все-таки ставлю себе так сказать на вид что надо надо это самое остыть все-таки заменять белинами конкретными красками все-таки если у меня двухподня основа чернила и вот эта вот подкраска то ну примерно так ладно простим вы себе белый карандаш ну здесь не знаю я подумаю чем хороша компьютерная графика что она потом позволяет мне делать разные варианты из этого рисования основа заложена снова заложена честная ручная а потом я могу варьировать и думать надо ли мне здесь добавлять надо ли мне добавлять цвет я имею ввиду деревья весенние здесь да здесь вот вырисовать все-таки достаточно интересно и много вот такие витражи растекальные вот да ну и здесь я вот 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 оттого что я вот сюда берем вот 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok